Поехали! Но сдаться и уйти можно раньше. На помосте выступает по 4 человека сразу. За каждым следит персональный судья. Его задача – засчитывать толчки, а еще следить за четким выполнением упражнений по всем правилам. Здесь есть, либо мы засчитываем подъем, либо нет. Фиксация, то есть после предупреждения, что по технике не так после предупреждения. Если спортсмен повторяет свою ошибку, то опять мы не засчитываем уже подъем. Соревнования командные. Важен не только личный результат. Главное, чтобы не подвели сокомандники. Не обманул доверие и Андрей Дружинников. Стойко выдержал 10 минут на помосте. Гири над головой поднял 41 раз. Выступает Андрей за команду Владимирского юридического института в Синроссии. Он курсант на третьем году обучения. Гиревым спортом начал заниматься более пяти лет назад. Еще во время службы в армии. Сейчас продолжает усиленно тренироваться. В этих соревнованиях участвует третий год. В прошлом становился бронзовым призером в личном зачете. Самое главное – это борьба с собой. Внутренний голос всегда говорит – все, оставь, хватит. Надо перебороть себя и делать дальше. Останять себе 10 минут все это время и работать. Что говорите себе, когда уже силы на исходе, хочется бросить, а нужно продолжать? Терпеть, терпение, еще раз терпение. Всего в этом году побороться за звание лучшего во Вьюевсин России съехалось 83 спортсмена. Из них 8 – мастеров спорта и 10 – КМС. Приехали они со всей России. Объединили соревнования, 4 ведомственных вуза, региональные ведомства. Есть и команда Росгвардии Владимирской области. Проводят их во Вьюевсин с 2018 года. Соревнования стали доброй традицией. Это большой круг общения. А когда общаются регионы, это гораздо быстрее можно решить служебные задачи. То есть созвониться, посоветоваться. То есть это в том числе большая передача опыта в рамках профессионального становления наших сотрудников. Деревой спорт важен для сотрудника, так как развивает и силовую выносливость, силу, координацию. И это было вызвано, проведение соревнований было вызвано в первую очередь желанием самих сотрудников, кто служит в уголовно-исполнительной системе. В этот раз Кубок четвертый и знаковый. В 2024 году 145 лет исполнилось УИС России. А в следующем году юбилей и у самих соревнований. Пятилетие Кубков СИН проведут на той же площадке. В планах расширить географию и побить рекорд по количеству спортсменов. А еще сделать спорт для сильных духом по-настоящему массовым.